МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа недели. Меня зовут Игорь Поздняк. Здравствуйте. И как всегда, в воскресный вечер. Вместе подводим итоги уходящей семидневки. Безусловно, самым заметным событием, да и не только в масштабах этой недели, стала торжественная церемония вступления в должность вновь избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. И если выборы – это победный финиш, то инаугурация – скорее рабочий старт. Именно с этого момента глава государства официально приступает к своим обязанностям. Особенностью нынешней церемонии стала ее локация – это дворец независимости, где инаугурация прошла впервые. Здесь Александр Лукашенко в пятницу много говорил о прошлом, настоящем и, конечно же, будущем Беларуси. Евгений Горин, о том, с чего начинаются президентские будни. В полдень президентский кортеж в сопровождении мотоциклетного эскорта со спецсигналами отъехал от официальной резиденции «Дрозды». В этом году адрес, где избранный глава государства вступает в должность новой. Это построенный пару лет назад дворец независимости. В зале торжественных церемоний – чиновники, духовенства, спортсмены, герои Беларуси, иностранные дипломаты и гости. Всего более тысячи приглашенных. Впрочем, церемония транслируется в прямом телеэфире. Миллионы зрителей могут видеть все детали. Как выносят белорус флаг и штандарт президента, а затем спецэкземпляр Конституции в кожаном переплете с вышитыми золотыми буквами. Волей народа президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко. Избиратели Беларуси приняли это ответственное решение, отдав свои голоса за избрание Александра Григорьевича Лукашенко в условиях свободных и демократических выборов. Уважаемый Александр Григорьевич, в соответствии со статьей 83 Конституции Республики Беларусь прошу вас принести присягу. Заступаючи на посаду президента Республики Беларусь, урочисто клянуся, верно служить народу Республики Беларусь, поважать и оховывать правы и свободы человека и грамадянина, заховывать и оборонять Конституцию Республики Беларусь, свято и добросумленно выконвать ускладенные на меня высокие обовязки. ПЕСНЯ После подписания акта о принятии присяги вновь избранный президент считается вступившим в должность. Документ затем передается на хранение в архив. Председатель Центра избиркома вручает Александру Лукашенко удостоверение президента, поздравление от глав законодательной и судебной власти и первая речь вступившего в должность главы государства. Может быть в связи с высокой протокольной обязанностью сегодняшнего мероприятия я сейчас скажу несколько слов, ну как в народе говорят, не в строчку, но будет неправильно, если этого не скажу. Да, действительно, в народе накопился очень большой пласт ожиданий. Сегодня мы живем в свободном обществе. Народу вбрасывают различные идеи, но народ нуждается в том, чтобы была генеральная линия, чтобы народ этот кто-то вел. Понятно, мы на этом пути кого-то приобретаем, кого-то теряем, кто-то становится нашим сторонником, кто-то нет. Я это клоню к тому, что и вы, наверное, слышите, уж слишком много сегодня говорят и пишут о реформах, о структурных реформах. И никто, заметьте, не сказал, а что это за реформы? Что же это за структурные реформы? Но если кто-то за реформы, так вы же будьте честны и скажите, что надо сломать, а, политический строй, государственное устройство Беларуси, надо разделить, разрезать государственную, народную собственность и раздать. Надо говорить откровенно. На эти нас толкают реформы, и за эти реформы кое-кто сегодня в мире готов много заплатить. Задайте себе вопрос. Нам нужны эти такие реформы? Уже же вокруг провели подобные реформы. Наша братская Россия, наша братская Украина, спасибо, что здесь и россияне, и украинцы, они попробовали, вкусили этих реформ. И что? Вот эти мы должны отличать. Откуда раздаются эти голоса? Что плохо в той системе, которую мы создали? Я все чаще и чаще задумываюсь над этими предложениями, а они звучат из властных кабинетов, как предложения президенту. Я все больше задумываюсь, что же мы сделали не так? Ну давайте посмотрим. Родился малыш. До трех лет любой родитель имеет возможность сидеть с этим малышом, воспитывать его. Бесплатно получать лекарства. Я уже не говорю, что если он забудется прийти в больницу и в детскую поликлинику, то ему врачи быстро напомнят, что нужно прийти и вследовать малыша. То есть мы с первых дней окружили заботой этого малыша и его родителей. Что там с первых дней? Вы посмотрите, как мы возимся с роженицами. А сколько мы выносили 500-700 громовых детишек, родившихся? Мы на третьем месте в мире по младенческой смертности. После Германии и Швеции, по-моему. Вровень с ними идем. Лидерами являемся. Мы создали самую мощнейшую систему здравоохранения. И это не я ее оцениваю. В знак благодарности и признательности недавно полмира съехались министры здравоохранения, светил медицины в Беларусь, чтобы изучить опыт. Мы оснастили современнейшим оборудованием наши клинические больницы и центры. Это неважно. Купить можно любое медицинское оборудование. Главное это люди, врачи. Мы подготовили самых современных врачей. Сегодня в любом государстве, куда бы я ни приехал, прежде всего меня просят. Помогите подготовить врачей. Помогите подготовить инженеров. Помогите подготовить, просят у нас в СНГ рабочие специальности. Потому что нигде больше не осталось профтехучилищ. Меня просят помочь. А мы уже принять не можем. И даже за большие деньги. Потому что ни в общежитиях, ни в учебных кабинетах, лабораториях у нас мест не хватает для иностранных граждан. Говорят реформы. Так что? Давайте сегодня реформируем здравоохранение? Давайте его сломаем. Если вы к этому готовы, и народ этого хочет, я уже об этом говорю не впервые. Да Господь с вами. Я готов провести любую реформу. Но не за счет соседа. Я не зря так говорю. Недавно провели социологические исследования среди нашего народа. Так всяк люди говорят. Ну неплохо. Реформы. Когда начинаешь людям объяснять, что такое реформы, в итоге получается, да, я за реформы, но не за мой счет, за счет соседа. Мы такие реформы проводить не можем. Если вы готовы на эти реформы, давайте честно скажем, что это повышение пенсионного возраста, это платная медицина, здравоохранение, это платное образование и так далее, и так далее. И если вы готовы, это можно сделать за полгода. Ничего не ломая, сделаем за полгода. Но давайте посмотрим, вот здесь в зале президент Украины, он вам расскажет, как реформировали последние годы в Украине и что имеет это здравоохранение в Братской, нашей родной, для меня не чужой Украине. Так давайте учиться на чужих ошибках. За годы независимости Беларуси проделан большой путь в развитие. Есть достижения, безоговорочно признаваемые во всем мире. Однако их можно потерять очень быстро, если свернуть не туда. Или говорят в промышленности, в сельском хозяйстве, давайте землю введем в частную собственность, наверное, мы еще одни в мире остались, не ввели эту частную собственность, разрежем на куски, раздадим фермерам. Слушайте, у нас три тысячи чуть больше фермеров. И ни на одного больше, ни на одного меньше каждый год. Кто-то уходит, кто-то приходит. Сегодня руководителя крупного предприятия сложно найти талантливого. А вы хотите землю порезать и раздать этим бедолагам, которые будут лопатой ее копать? Так вы же уже наелись. К нам немцы недавно приехали и нам завидуют. И я у них спрашиваю, господа, что же вы нам завидуете? Вы же нас толкаете на то, чтобы поделить землю. Мы не толкаем, мы фермеры. Нам бы говорить такие латифундии в 10-20 тысяч гектаров. Мы говорим, если бы не поддержка, государства рухнули давно. И вот сегодня этой поддержки не хватает во Франции, в Германии. Посмотрите, какие забастовки у крестьян. Нигде на земле не было и не будет легко работать. Все мы это должны понимать. На земле богатым не станешь. Это тоже надо помогать, понимать. И все должны, придя на землю, это понимать. Так скажите, что сломаем в сельском хозяйстве? Какую систему мы создадим на том месте, за которую мы боролись 20 лет? Нас били, трепали за то, что мы якобы сохранили колхозы, совхозы. Мы с испугу так Просидорском и переименовали их. Крупные какие-то кооперативы и так далее. Хотя они как работали коллективно, так и работают сейчас. Или в промышленности. Вы же поймите, что наши промышленные предприятия нужны только те, которые сегодня работают неплохо и которые завтра смогут хорошо работать. И за большую цену никто не возьмет. Мы предложили цену самого перспективного нашего предприятия, Беларусь-Калий. 32 миллиарда долларов. Его стоимость. И специалисты это признают. У нас кто-нибудь купил хоть одну акцию за эту цену? Нет. Я уже как-то публично сказал, даже взятку предлагали в миллиарды долларов, только чтобы цена этого Беларусь-Калия была по 15-16 миллиардов долларов. Что я мог предложить и сказать этим людям? Вы хотите этой приватизации? Не со мной. Я не буду делить то, что веками наживалось белорусским народом. Это всегда у славянских народов заканчивается трагедией. Если не революцией, то гражданской войной. А частенько, как было в истории, и тем и другим. Вот мой ответ тем горячим головам, реформаторам, которые сегодня толкают меня на реформы под знаком того. Смотрите, какой рейтинг доверия. Почти весь народ за президента. Давай быстренько проведем реформы. Давай будем резать по-живому. Я уже дал ответ на это. Начнем резать всех, кто это предлагает. Выдержите. Будем думать, что делать дальше. Так тоже не хотят. Давайте за счет соседа, за счет народа. Так тоже не пойдет. Вот вам мой ответ на коренной вопрос. По крайней мере, пока я президент в ближайшие эти пять лет. Социальная защищенность была и останется одним из приоритетов государственной политики. То, что в стране царят мир, социальная справедливость, человеку открыты все пути, благоприятные условия для работы, образования, раскрытия талантов, воспитания настоящих мастеров своего дела – это наша величайшая с вами заслуга. Сколько мы потратили крови, пота и здоровья, чтобы эту систему создать. Все это формирует у людей чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть эта уверенность будет и у тех, кто не голосовал за нынешний курс. Иная точка зрения, если она предиктована искренней заботой о Родине, всегда будет услышана, а все разумные идеи использованы и воплощены в жизнь. Каждый человек у нас находится под защитой закона, а значит и президента. Этот принцип незыблем. Только таким образом можно добиться консолидации общества, пробудить в нем созидательную энергию. Этих подходов мы будем придерживаться и в будущем. Я сейчас вам говорил о детях, а теперь скажу о системе стариков. Вы знаете наши отношения к старикам. Очень хорошо знаете. Это вообще оплот нашей страны. Это незыблемый оплот нашей страны. Не было бы их страны, бы не было. Вы знаете, что происходит в деревушках, особенно после распада Советского Союза, когда старики, а их было не одна тысяча, были просто брошены и забыты в деревнях и даже в городах. Но в городе мы как-то худо-бедно поддерживаем. Систему создали, а в деревнях и тогда оставшиеся невостребованные участковые больницы мы переделали в больницы сестринского ухода. Мы собрали всех брошенных стариков. Ни один не оказался на учете. Ни один. Мы пошли вот этим человеческим путем, поддержав стариков, бедолаг. Вы эту систему хотите сломать? Какой капиталист и богатый буржуй, простите меня за эти классические выражения, будет сегодня за свой счет содержать этих стариков и детей? Только государство способно на это. И государство только тогда может быть государством. И считаться, что оно государство. И гордиться этим, если оно нормально относится, а, к детям, б, к старикам. Если этого нет, нет государства. Никому не надо это государство. Поэтому этот путь незыблем. Обычный, человеческий путь. В этом суть социального государства. И мы не можем с него свернуть, потому что мы его только-только создали. Столкнувшись с первыми трудностями, мы начинаем сразу ломать что-то на колено. Что-то крошить. Умные люди так не делают. У нас умная нация. И она на такие реформы не пойдет. Цель в развитии страны построить современную экономику, продолжив ее модернизацию и сохранить существующий мир и порядок. Требование о безусловном сохранении рабочих мест и выплате достойных зарплат остается в силе. Перед нами цель. Не на словах, а на деле построить инновационную экономику. Экономику знаний. В перспективе наша страна должна войти в число наиболее развитых государств. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Беларусь стала одним из самых притягательных мест для инвестиций. Опираясь на сотрудничество с деловыми кругами ведущих стран, кооперационные связи с нашими традиционными партнерами, мы намерены и далее наращивать свой экспорт. При этом активизируем работу по поиску новых рынков сбыта. За последние годы здесь нами приобретен серьезнейший опыт. Высокоразвитая экономика станет гарантом независимости Беларуси. Мы строим, еще раз подчеркиваю, государство для народа. Поэтому приоритетом останется повышение качества жизни людей, внедрение всего самого лучшего в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения. Система здравоохранения, образования, которые я только что сказал, будет сохранена, чего бы нам это ни стоило. Ибо не будет ни знаний, ни экономики знаний, ни народа. Особое внимание по-прежнему будет уделено укреплению института семьи, поддержке многодетных родителей, системе кредитования в жилищном строительстве. Новый импульс для развития получат культура, спорт, наука, молодежные программы. Мир и порядок на нашей земле – высшая ценность. Выше ничего быть не может. Если не порядок, если конфликт, если война, не нужен ни хлеб, не нужны ни одежды, ни зарплаты, ни предприятия, ни реформы. Поэтому мир и порядок – это главное. Я не Данил Шкушман может больше об этом рассказать. И мы, я еще раз подчеркиваю, ничего не пожалели ради сохранения мира и безопасности нашей земле. Александр Лукашенко очертил и основные принципы внешней политики Беларуси. Стремительно развиваются наши отношения с нашим стратегическим партнером – Великим Китаем. И я должен поблагодарить моего близкого друга Си Цзиньпина и специальную делегацию, которую он сегодня направил на инаугурацию. Мы с ними перевели три дня в работе, много спорили, вели переговоры. И я прошу передать Си Цзиньпину самое доброе пожелание за его поддержку белорусского народа от имени этого белорусского народа. Мы развиваем наши связи с государствами Азии, Африки, Латинской Америки. И в этом уже есть результаты. Сегодня Беларусь открыта для равноправного сотрудничества и дружбы со странами Запада, США и Евросоюзом, если они этого хотят. Нет никаких препятствий для того, чтобы перевернуть страницы прошлого и начать новую историю отношений с чистого листа. Мы готовы к этому и рассчитываем на такую же готовность наших западных партнеров. Благо, что в последнее время в этом направлении наметились хорошие перспективы. И при этом хочу заметить, некоторые услышав или увидим, что мы ведем переговоры с представителями Соединенных Штатов Америки или Евросоюза, начинают вопить аж до Владивостока. Лукашенко куда-то разворачивается. Как только увидели наши братские теплые тенденции в отношении нашей братской, нашей России, нашей родной Украины, других постсоветских республик, уже на дыбы становятся на Западе. Да не разрывайте вы нас. Дайте нам спокойно жить на этом клочке земли. Мы обеспечим ваши интересы и Востока, и Запада в Беларуси. Все, чего вы хотите, мы сделаем в Беларуси. Только не разрывайте нас, не сталкивайте нас с Россией, не сталкивайте нас в России на Востоке с Западом. Мы никуда не поворачиваем. Мы хотим жить на своей земле. Мы хотим, чтобы жизненно важные интересы беларусов были здесь, на этом клочке земли. Мы ни на что, заметьте, больше не претендуем. У нас нет жизненно важных интересов даже в соседних государствах. Мы хотим спокойной и мирной жизни. Но, когда нам намекают с Запада, что вы там подальше от России, я всегда честно и искренне говорю, мы не можем быть от России и дальше от Украины и Казахстана, потому что мы родились в одной корзине. Господом предопределено это. Как это можно разорвать? Да, у нас есть собственная точка зрения, да, у нас есть собственные интересы, и мы не разу это демонстрировали. Но мы произросли из одного корня. Мы, славянское древо, я всегда, я с этой идеологией пришел к власти в середине 90-х. Как я могу от этого отречься? Может быть и беда наша, а может быть судьба, не знаю, предопределила Господь так, что мы находимся в этом месте, в центре Европы, на перекрестке всех дорог. И эта дорога стала сегодня не всегда благополучной, а частенько горячей. И мы должны быть мудрыми политиками, чтобы, живя в этом бурном котле, не сгореть, чтобы нас не сварили и не съели, говоря по-народному. Поэтому мы будем проводить миролюбивую внешнюю политику. Мы знаем, что стоит для нас Россия. Мы знаем, что такое для нас Запад. И мы будем исходить из собственных интересов и в интересах наших соседей. Наша страна является самым безопасным, самым надежным, как я уже говорил, маршрутом, соединяющим Европу и Азию. Эти две цивилизации непременно начнут сближаться, потому что альтернативы интеграции и интеграционным процессам еще на Земле никто не придумал. Противостояние между Западом и Востоком оборачивается лишь дальнейшей эскалацией конфликтов, гуманитарными катастрофами, резким падением уровня жизни людей и общей деградацией. Пример тому наша родная Украина. Кто-то там свои жизненные интересы видит, а страдает даже не народ уже Украины, а те, кто не смогли уехать с того же Донбасса, за который тут кучма борется в Минске, старики и дети. Они в чем виноваты? Хочется кому-то пострелять? Выходите в чистое поле и квастье там друг друга. Но не трогайте этих людей, которые хотят мирно жить. В этом наша политика, в этом дворце независимости, дворце мира была определена. Я уверен, что это начали понимать все. И мы, белорусы, как толерантная, открытая нация, будем всемирно способствовать росту взаимопонимания и сотрудничества на континенте, чтобы стать связующим звеном между государствами и народами. В этом вижу одну из важнейших своих задач на посту президента. И если будет достигнута поставленная цель, это принесет богатые плоды как для Беларуси, так и нашим соседям и другим странам. Будущее Беларуси в руках самих белорусов – это простой посыл. Однако иметь возможность самостоятельно определять свою судьбу – это и тяжелая работа. Вы на меня, белорусы, не обижайтесь. Но если вы будете, скажу вам, по-народному где-то подлениваться, я вас очень серьезно буду подталкивать. Не бывает так, что виновата только власть, а мы все хороши. Я уже вас обращал к этому тезису. Прежде чем кого-то оценить, покритиковать или кого-то лягнуть, посмотрите на себя. Все ли вы сделали для того, чтобы вы, ваша семья, ваши родные, близкие, знакомые и в целом государство были счастливы и жили хорошо? Наверное, не все. Давайте эту реформу начнем с себя. И если мы с себя начнем, мы прекратим всякие разговоры о реформах. Мы просто будем жить прекрасно. И нам не надо будет ставить перед собой какие-то реформаторские цели на слом существующего политического и экономического строя. Мы открываем новую страницу в истории Беларуси. Она будет очень содержательной, интересной и неимоверно тяжелой. Чтобы успешно двигаться вперед, нам предстоит задействовать все свои резервы. Нужно проявить выдержку, самоотверженность, решительность, талант. Словом, показать свои лучшие качества, тот внутренний духовный стержень, благодаря которому наш народ выходил победителем из любых ситуаций. Потому что верил в свои силы и собирал их в кулак. Еще раз повторюсь, дорогие друзья. Все мы, конечно, хотим хорошо жить. Нормально жить, нормальное желание, нормальное требование народа к властям. Все мы хотим, более того, жить очень хорошо. Но при этом, еще раз подчеркиваю, все зависит от нас. Будем работать лучше, будем жить лучше. Простая формула, которую никто не смог опровергнуть. И за кадром два слова. Уважаемые друзья, я, конечно же, обычный человек. Вы это прекрасно понимаете, я никогда не пиарил. А если, как некоторые говорили, пиарил, то там не было никакой показухи. Если я где-то работаю на субботнике, я беру лопату и работаю на глазах у всех вас. Это мое железное правило. Начнешь сегодня пиарить, завтра весь народ разберется. Кто ты есть на самом деле, это будет только во вред. Я обычный человек, как вы, а значит, я могу и ошибаться. Но я всегда ставлю перед собой железную задачу не допустить при такой власти системных ошибок. Мы их с вами не допустили. Были разные периоды. Может быть, мы где-то и неправильно поступали. Пройдет время. История оценит. Народ оценит. Но, по-моему, мы их не допустили. Но помните одно. Я знаю, что здесь подавляющее большинство, если не все мои сторонники. Я никогда вас не предам. Я как человек не способен на предательство. Я считаю, что лучшие пусть тебя убьют на поле брани, пристрелят. Но ты не должен отступить. Ты не должен предать свой народ, свои идеи. Все то, что ты обещал народу. И я хочу это с этой высокой трибуны заявить. Этого не было 20 лет, сколько я служу вам и народу, нашему государству. Этого не будет никогда. Я всегда защищал и буду защищать вас и ваших детей. Да, я жесткий человек. Я буду требовать от народа, и я это всегда говорил, от своих подчиненных по максимуму. Ибо в этом раздрае не выдержим. Разорвут на клочки и разнесут. Мы прошли эти выборы независимо. Вот эти 20 с лишним лет. И поверьте, это величайшее достояние, когда президент побеждает благодаря народу. Когда его народ избирает. Когда они играют роли деньги. Когда миллиарды не вкидывают в эту предвыборную кампанию, отмывая и раскладывая по карманам. Это величайшая основа для того, чтобы делать то, что нам нужно для нашего народа. Вот почему этот выбор правильный. И когда вы будете впредь, особенно молодежь, голосовать за свою главу государства, посмотрите, какие деньги и какие люди за ним стоят. У меня нет этих людей чужих и нет денег. У меня есть только вы, есть белорусский народ. И ему я готов и буду служить до последних дней, сколько он будет мне доверять. Благодарю вас. Из дворца независимости торжественная церемония переместилась на площадь государственного флага. Здесь Александр Лукашенко уже в мундире главнокомандующего перед военнослужащими всех родов войск. Мы всегда заявляли, заявляли и будем заявлять. Мы никогда никому не угрожали и угрожать не будем. Наша военная цель – защитить свой клочок земли, на котором издревле жила веть славянского народа Беларусь. Чистая, красивая и образованная нация. Мы никому не отдадим ни клочка нашей земли, не угрожая нашим соседям и другим государствам. Нам не надо чужого, но и своего не отдадим. Люди в погонах приносят клятву верности народу Беларуси и президенту. Сегодня, в день вступления в должность президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника Отечества. Беззаветно служить беларускому народу и президенту Республики Беларусь. Защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни. Клянемся! Клянемся! Беззаветно! Беззаветно! После завершения протокольной части церемонии вступления в должность вновь избранного президента, во дворце Республики начался большой праздничный концерт под символичным названием «Вместе в новый день». Прежде чем грянет музыка, Александр Лукашенко еще раз поблагодарит беларусов за поддержку. Главное то, что вы заставили весь мир признать честность наших выборов. Вы заставили весь мир говорить о беларусах. Вам пришлось принять на себя массированный удар разного рода наблюдателей. Вы, стиснув зубы, терпели. И вы по-настоящему давали результат. И я вам за это приношу огромнейшую благодарность. Спасибо вам огромное! И самое главное, вы же это делали не за деньги, не за какую-то славу. Вы делали это по велению души. Все от депутата и председателя сельского совета до депутата парламента вышли в бой. Вы сражались за свою страну. И, наверное, Господь, если он это увидел, и вы видите буквально сразу после выборов, наши и друзья, и люди, которые нас не совсем понимали, ну, не могу сказать, что недруги вынуждены были повернуться к нам лицом. Вот в чем главная ваша победа. Концерт «Вместе в новый день» стал яркой точкой торжественных мероприятий 6 ноября. Евгений Горин на неделе о торжественной церемонии вступления в должность новизбранного президента Республики Беларусь. Инаугурация президента – не только важнейшее событие государственного протокола, но и фактически начало нового, вполне предсказуемого этапа в жизни беларусов. Моя коллега Наталья Бреус пообщалась с теми, кто делал имя суверенной Беларуси и хорошо знает нашу страну. В этот символический день во Дворце независимости были те, кто сделал свой вклад в историю суверенной страны. Те, кто прославляет ее на весь мир и знает цену победы. Например, известные ученые и именитые спортсмены. Вот так запросто можно было сделать селфи в окружении олимпийских звезд. В чем мы точно не проиграли. В том, что вот даже глядя на постсоветское пространство, мало есть где такая возможность выпустить детей на улицу погулять без присмотра. Мы можем вечером ходить, ничего не боясь по улицам. Правильно? Четверо у меня. Не только в спорте, а вообще, наверное, во многих областях. В жизни нашей страны было сделано действительно очень много. И мы сегодня видим, как развивается, как растет наша страна. В Куларах неспешно прогуливался нобелевский лауреат Джарес Алферов. Все знают, что 85-летний ученый родом из Витебска. Вот он присел рядом с Владимиром Коваленком. Тоже, кстати, Беларусь сейчас возглавляет Федерацию космонавтики России. Торжественность момента, да и сама атмосфера располагала к философским разговорам с мудрыми людьми. Время предстоит тяжелое и трудное. Для того, что произошли серьезные изменения в мире, будет трудно и нам, белорусам. Но самое главное, что белорусы единственные среди всех постсоветских республик. В своей новой истории никогда не вычеркивали свой советский период. И понимали, что он очень много дал. А во-вторых, все, что в Белоруссии есть, это дело труда и ума белорусского народа. И я думаю, что белорусы в общем на самом деле показывают пример нам, что нужно добиваться в жизни не спекуляциями и воровством, а честным трудом, развитием науки, технологии, промышленности и сельского хозяйства. Почему-то все время журналисты ищут какую-то точку опоры. Сенсацию. Белоруссии нужны сенсации? Нет. Ей нужна нормальная, равномерная, планомерная жизнь. Она есть. И пусть она идет так дальше. Без эксцессов, без всяких революций, голубых, оранжевых. Как это на Украине? Майдан. Специально руководителей других государств на церемонию не приглашают. Не предусмотрено у нас по протоколу, но иностранным гостям рады. Например, своего спецпредставителя прислал председатель КНР Си Диньпин. Двухсторонние отношения наших стран уже вышли на качественно новый уровень. Мы бы хотели пожелать Беларуси под руководством президента Лукашенко процветания и еще большего развития и успехов. Мы также очень надеемся, что китайско-белорусские отношения будут развиваться и углубляться. Между лидерами тоже установлены хорошие личные отношения. Об этом свидетельствует и мое участие в официальной церемонии. Руководитель фракции КПРФ Российской Госдуми Геннадий Зюганов тщательно поправлял галстук. Все-таки его место было в первом ряду. Мы последние 20 лет прошли с неименьшими издержками. У нас выкатили танки и в 93-м году расстреливали парламент. У вас провели референдум и сохранили двоизыщие. У нас олигархия захватила целые прииски. У вас ее практически не появилось. Слава Богу. У нас на Кавказе подожгли братоубийственную войну. У вас избежали при всей агрессии некоторых соседей. И это развивается. У нас многие хозяйства коллективные разогнали надежды на то, что появятся самые эффективные фермеры. У вас коллективные хозяйства дополнили агрогородками, в том числе и фермеров-хозяйственники. Все в сумме это дало самый высокий результат. У вас вы удвоили свой потенциал по сравнению с 90-ми годами. И одновременно вы сохранили самые современные технологии и высокую науку. Свои впечатления об атмосфере избирательной кампании наблюдатели от СНГ изложили в итоговом отчете, а глава миссии поделился с нами. Последние выборы прошли спокойно, организованно, демократично. И показали растущую зрелость граждан Республики Беларусь. Почему? Потому что для них, это уже очевидно, главным является стабильность, мир и процветание Республики. Для мира много, значит, политическая стабильность. Так считает экс-президент Украины Леонид Кучма, который в последнее время часто бывает в Минске. Ему, кстати, Александр Лукашенко пожал руку, проходя по красной ковровой дорожке Большого зала Дворца независимости, который после переговоров нормандской четверки зачастую называют Дворцом мира. Глядя на ситуацию в Беларуси, хотел бы пожелать такой стабильности и Украине, в том числе. Да и всем народам, как говорят, странам и народам. Потому что мы сейчас прошли, идем еще по такому пути, по которому никому не желаем проходить будущее. Усилия Беларуси в украинском вопросе оценили и на международной арене. Беларусь играет очень позитивную роль в структуре ООН. Страна стояла у истоков создания организации. Но сегодня ее роль даже важнее, чем 70 лет назад. Потому что Беларусь верит в цели, которые лежат в основе ООН, и в мирный диалог, и в мирное разрешение конфликтов. С сегодняшнего дня начинается новый срок Александра Лукашенко в качестве главы государства. Я думаю, вместе с ним начнется новый этап в отношении к Беларуси с Европой. Ваш президент уже как нельзя лучше продемонстрировал возможности страны выступать в качестве мирного посредника между другими государствами. Среди гостей представители ДИП-корпуса. Они получили вот такие приглашения в цветах национального флага республики. Новый руководитель представительства Евросоюза с энтузиазмом рассказала, что в Беларуси есть масса мест, которые бы ей хотелось посетить, и пока ограничилась сухими фразами об общих целях. Беларусь, как и все мы, должна развиваться и в экономическом, и в финансовом плане, но также в сферах экологии и инфраструктуры. Я думаю, у нас очень много общих целей. Инаугурация. Прежде всего, важное событие для самих беларусов. Точка в избирательной кампании и старт нового этапа. Михаил Руссы присутствовал на такой церемонии в 1994 году. Может сравнивать. Если оценить, с чего начинали, то тогда действительно начинали с нуля. Во всех отношениях. Нулевая экономика, нулевые мысли, что надо делать. А и нынешний этап, это разрыв, мы будем говорить громадный. Мы сегодня имеем мощнейшую, самостоятельную, технически оснащенную страну. Люди знают, что делать. Люди знают, куда идти. Накормлены, напоены, обеспечены всем. Просто надо разумно сейчас использовать, как вы называли, новый отсчет. Создана материально-техническая база, которая позволяет нам жить довольно хорошо. Сама церемония вступления в должность президента длилась недолго, но к ней было приковано все внимание людей. Я считаю, что очень важно для Беларуси. Это событие отмечает вся страна. Я вот смотрела, когда давали клятву, армия, у меня покатились слезы. Мне так стало, я счастлива, что у нас тишина, что у нас покой, что у нас есть защита, что у нас есть броня. И что правильно сказал Александр Григорьевич, если мужики мы, так мы должны защищать свою республику. То, что мне больше всего понравилось, забота о детях. То, что у меня дети уже выросли, я это почувствовал на себе раньше. И сейчас он сказал, что самое главное у нас наши дети. Сейчас у нас знают, мы можем смело о себе заявить. Нашего президента уважают. Я точно могу сказать, часто бываю в Европе, и все говорят, о, Беларусь, Лукашенко, молодец. По сравнению с другими странами СНГ, в нашей стране социальный аспект очень, очень сильно развит. Недаром его батькой зовут. Так и есть. У нас вот недавно знакомые приезжали с Москвы. Они даже говорили, а можем мы проголосовать перед выборами. Мы живем в хорошей стране. У нас мирно в первую очередь. У нас нет войны, не стреляют. Каждая мама, конечно, волнуемся за своих детей. И хочется погулять просто с детьми, выйти спокойно. И, насколько я знаю, многие иностранные граждане удивляются, как у вас можно вечером спокойно идти гулять с детьми. Вот это я считаю, что это одна из самых хороших похвал нашей стране. В истории страны открывается новая страница. Ключевой месседж, который озвучил в этот день глава государства, можно сформулировать в простой фразе. Какой Беларусь станет через 5-10 лет, зависит в первую очередь от нас самих. Наталья Абреус, Ольга Коршин и Сергей Капустин на неделе об атмосфере и впечатлениях официальной церемонии. Это программа недели. Продолжим после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Это программа неделя, и мы продолжаем. Минус 4 ноля. В середине будущего года в Беларуси исчезнут с ценников громоздкие цифры. А в кошельках граждан впервые в суверенной истории зазвенят монеты. С 1 июля в стране будет проведена деноминация. Как будет проходить замена старых купюр на новые? Где же чеканили белорусские копейки? И почему, когда нулей меньше, выгоды больше? Татьяна Ревизори продолжит. Мы привыкли получать зарплаты в миллионах и оставлять в магазинах сотни тысяч. Согласитесь, ценниками с таким количеством нулей белорусов не удивить. Чего не скажешь об иностранцах. А тем временем наша корзина уже заполнена до отказа. И хотите, верьте. А хотите, нет. Уже чуть более, чем через полгода за такой вот богатый гастрономический набор с вас возьмут около 20-30 рублей. Впрочем, к бытовым аспектам денежной рокировки мы еще вернемся. А пока попробуем разобраться в том, что же скрывается за экономическим термином. И сразу скажем, динаминация как раз тот процесс, когда на купюрах стираются нули, но не стирается цены с самого рубля. Словом, богаче либо беднее вы не станете. Разве что купюры в кошельке изменятся. А теперь, собственно, о них. С 1 июля 2016 года количество нулей на белорусских банкнотах сократится в соотношении 10 тысяч к одному. По аналогичному принципу будут пересчитаны зарплаты, пенсии, стипендии, остатки денежных средств на банковских счетах, балансы предприятий и учреждений. Проще говоря, уберут аж 4 нуля. Плюс ко всему появятся монеты. Банкноты нового образца напечатали еще в 2009 году. Но запустили процесс именно сейчас. В первую очередь это связано со сбалансированностью внешнеторгового сальдо и жесткой направленностью монетарной политики на снижение инфляции. С января по сентябрь в годовом выражении прирост цен снизился с 17,1% до 11,9%. Как следствие, повышается защита покупательной способности белорусского рубля. Поводов для волнения убывателей быть не может. Динаминация шаг чисто технический и очень полезный. Он в разы упростит расчеты внутри страны. Ведь многозначные цифры порой отказывались помещаться на циферблатах калькуляторов. А уж как выглядит квадратриллион. И вовсе представить страшно. Да мы и не будем. Новые купюры отличаются не только количеством нулей, но и внешне. Новый дизайн, исторические мотивы, спокойная цветовая гамма. Всего выпустят 7 номиналов банкнот. Оценить образцы с эстетической точки зрения мы попросили признанного мастера кисти Виктора Ольшевского. Конечно, главную роль в создании купюр играет безопасность, а не искусство. И все же... Здесь в каждой купюре история. Символика, которая на деньгах, она опять же говорит о нашей национальной культуре. Здесь профессионально четко отработана специфика денежного знака. То есть это очень важно. И я думаю, что это произведет очень позитивное, положительное значение для каждого человека, который будет получать вот эту знаковую символику, будет трогать ее в руках. Не меньше интерес вызывают монеты. Хотя бы потому, что в суверенной Беларуси они появятся впервые. Чеканили копейки и рубли в Европе. Эксперты уверены, именно железные деньги – важнейший показатель устойчивости национальной валюты. Наличие новой валюты вместе с железными деньгами, копейками, оно придает дополнительные надежды инвесторам и покупателям, что эти деньги не обесценятся быстро. А как известно, инфляция во многом – это психологический эффект, когда люди сами нагнетают дополнительные страхи. А когда мы держим в руках железные деньги, железные копейки, то и психологических страхов становится намного меньше. Но есть по монетам и чисто бытовые вопросы. Банкоматы, скорее всего, копейки выдавать не будут. А вот с местом, где хранить железный клад, производители галантерии готовы помочь. Во многих магазинах кошельки со специальным кармашком уже в большинстве. Их ассортимент расширяется. В женском кошельке у нас всегда предусмотрено отделение под замком, вот куда можно положить монеты. Мужские всегда были предусмотрены с монетницами, в основном у нас нет без монетниц. Кстати, старые купюры со счетов спишут не сразу. В банках, супермаркетах, на рынках их будут принимать до конца года. При таком мягком переходе покупатель запутается едва ли. Будут два вида ценников для расчета новыми и старыми купюрами. Надеемся, что мы подготовимся. Конечно, желательно, чтобы первое время наши покупатели рассчитывались карточками, то есть безналичным расчетом. Может быть, это проще и для них, и для нас, работников торговли. А пока на горизонте будущее, можно заглянуть за горизонт истории. Процесс деноминации хорошо знаком в мировой практике. В 90-х от лишних нулей избавились Польша, Литва, Латвия. В середине нулевых – Румыния и Турция. В Беларуси деноминация состоится чуть более, чем через полгода. В любом случае, ранее, чем 1 июля 2016 года, новые купюры и монеты в обиходе не появятся. А на неделе о том, почему минус ноль в плюс, Татьяна Ревизория, Ольга Коршун и Антон Филанович. Говорить сегодня будем и о другой цифре, а вернее о дате, точнее о дате исторической. 7 ноября, которая в новейшей истории Беларуси снискала статус дня новостройки и приятных социальных подарков. Эту советскую традицию открывать новые объекты в суверенной Беларуси сохранили. Не стал исключением и этот год. Ну а наш корреспондент Яна Шибков в праздничный день отправилась во время, когда деревья были большими. И по-доброму удивилась таким, казалось бы, привычным для советского человека вещам. Настроиться на ретро-волну в салоне такого авто весьма просто. Воображение современного водителя это Волга М21 потрясает своими оригинальными формами и, например, потрясающим сочетанием цветов в салоне. Но в Советском Союзе такую машину называли малогабаритной квартирой на колесах. Сравнение весьма оправданное, ведь ценились такие авто настолько высоко, что поменять их можно было на двухкомнатную квартиру. Это сейчас у многоэтажек постоянные автомобильные аншлаги. Авто уже обыденность, а советские архитекторы при проектировании парковок такого автобума и представить не могли. За двухцветную покраску нужно было еще выложить 250 рублей. На тот момент это были достаточно серьезные деньги. Ну и уже вообще обладать таким, вообще обладать автомобилем это было роскошью. Все авто в коллекции Евгения на ходу и красуются на столичных магистралях. Чтобы следить за винтажной техникой в духе того времени и в ретро-литературу нередко приходится заглядывать. В те времена дома была действительно целая библиотека, книги по эксплуатации автомобиля, атлас автомобильных дорог, потому что не было ни навигации, ни гугла. Кондиционеры, климат-контроль, подогрев сидений. О таких опциях владельцы олдтаймеров и не мечтали. А большинство автолюбителей с наступлением холодов со своими ласточками прощались до весны. Те люди, которым необходимо было ездить зимой, с утра люди кипятили какую-то кастрюльку воды, приходили, заливали эту горячую воду в радиатор и заводили машину. Этот красно-желтый рижский трамвай уже история общественного транспорта советской эпохи. В ретро-вояж на нем мы отправляемся вокруг трамвайного депо. На столичных рельсах сейчас курсируют вот такие современные белорусские вагоны. Каждый утренний выпуск, а трамвай выходит на линию рано, если там мороз минус 25 или минус 30, ну превращался для работников парка в серьезное испытание. Трамвай замерзал, это же трубопроводы, воздухопроводы. Паяльными лампами отогревали. В теперешние трамваи мы, конечно, стараемся, чтобы они были полностью электрические. И уже как бы надежность такого подвижного состава, конечно, больше. Это вот теперь мы можем так совершенно спокойно зайти, все рассмотреть, все. В былые времена всегда бежала толпа, всегда люди сбивали друг друга прямо с ног. Всем хотелось чего-то купить во времена дефицита. Ольга Аркадьевна в ГУМе проработала больше 45 лет. Ассортимент настолько широкий стал и разнообразный. Очень много товаров белорусских. В последнее время меняется все к лучшему, все стало современным. А тогда ажиотаж на холодильнике, ткани и капрон. Сейчас трудно представить, в ГУМ могли приходить только ради порции одеколона. Легендарный шипр, которого было не достать, автоматы распыляли за 15 копеек. Только успевай зажмуриться. Дружить с продавцами самого престижного универмага в то время хотели все. Моя сестра всегда говорила, у тебя родственников в два раза больше, нежели у меня. Потому что все далекие и близкие всегда как-то так приходили, просили помочь. То одно приобрести, то другое. Что вам? Две коробки конфеток. Одну коробку в одни руки. Девушка, ну и правда, имели бы совесть, вон очередь какая большая еще. Возьмите одну. Хорошо. С вас 2,50. Спасибо. Праздники народ в Советском Союзе любила за то, что именно к ним на прилавках появлялись дефицитные товары. Разметались они в считанные секунды. Вот как, например, продукция белорусских кондитеров. Несладко в такие моменты было лишь продавцам. Именно они по эту сторону прилавка ощущали на себе все недовольство очереди и покупателей, которые боялись, что им не хватит заветной коробочки. Это сейчас пакеты и пластиковая упаковка моментально заполняют мусорные контейнеры. Тара для продовольственного шопинга в советское время была особая. Авоська всегда с собой, авось, что выбросят, и бидоны. С ними, как правило, было очень удобно идти к бочке разливного кваса. Ну и, кроме того, в них также можно было переносить молочные продукты. Лариса Викторовна в ту пору студентка радиотехнического за импортными дефицитами не гналась. Зато комсомол их вузы выручил знаменитых музыкантов гитары с эффектом эхо. Таких тогда не выпускали. Ансамбль песняры тогда не назывались «Ливоны». Они обратились через районный комитет комсомола с просьбой в комитет комсомола МРТ, что помогли им техническую новинку сделать. Я, поскольку была в комитете комсомола института, естественно, к мужу обратилась, говорю, помоги, надо сделать. Действительно, он схемочку сделал. Для него это несложно было. И когда первый раз мы пошли на концерт, конечно, они были очень благодарны, сидели в первом ряду. А на неделе вновь вывели на сцену оставшиеся за занавесом советской эпохи, но дорогие памяти символы. Яна Шевко и Александр Бутрим. И сейчас о звуках, которые вне эпохи времени и пространства. Элисо Балквадзе, знаменитая грузинская пианистка и артист ЮНЕСКО во имя мира, на неделе приехала в Минск с концертом. Но мы не упустили возможность пообщаться с бесстрашной женщиной, которая готова остановить войну силы искусства. Ее пулемет это сонаты Моцарта, экспромты Шуберта. А главная профессиональная мечта выступить во всех горячих точках. В этом интервью мы много говорили об оружии искусства и попытались соединить неуемный грузинский темперамент и белорусскую померкованность. Всего-то в семи нотах. Вот это грузин классический. Это классический грузин такой, вспыльчивый. Это называется Аллегра. Да. А вот белорусы ближе к Ларго. Белорусы, то, что я вижу и слышу, и что наблюдаю несколько часов, уравновешенный народ, спокойный. Вы сталкивались с такими тандемами? Тандемами. Взрывного и спокойного. Да, это как-то балансирует друг друга. И в отношениях, и в политике, и в музыке, и везде. Потому что очень много темпераментов быстро от этого напрягаешься, и можно устать. А когда вот есть другой характер, который тебя тоже как-то по-другому поталкивает на другие вещи, это тоже очень полезно. Так что этот вот тандем может быть очень полезным. А правда, говорят, композиторы и профессиональные пианисты, они в какой-то момент времени улетают в другой мир? Мы все в трансе. Правда? Абсолютно, да. Мы не находимся на сцене в нормальной ситуации. Вы артист ЮНЕСКО во имя мира. А вот в этом смысле, где ваши мысли летают? О, мои мысли очень сильно летают туда, где есть вот эта война сегодня. Это Сирия, это беженцы, это в Грузии тоже дети, которые страдают от этого, которые пострадали. Какая-то территория. Это вообще всеобщая идея, чтобы музыкой помочь людям, которые не могут уже найти общий язык, которые должны воевать и убивать друг друга. Но ваше оружие вот это? Это только ваше. Вот это ваш пулемет. Конечно. Вы готовы из него стрелять, как противник? Да, да. Это есть, в принципе, артисту ЮНЕСКО. Это и так и можно понять. Это очень символично. А где вы, вот говоря символичным языком, где вы уже стреляли музыкой, метко стреляли? Аллегро или Ларго? Какая музыка важнее в горячей точке? Скорее всего, и Ларго, и Аллегетто. Вся музыка нужна. Особенно есть акцент на детей. У меня свой фон Грузии, который помогает детям, маленьким детям. Но у вас в ваших планах помочь сирийским детям, не только детям? Дети везде. Ваш концерт в Сирии планируется, это правда? Эспер планируется. Мы сейчас пока не можем это осуществить. СюНЕСКО, но мы поедем, наверное, в Берут. Это будет, наверное, в феврале. А вам не страшно? Нет. Вы бесстрашная грузинская женщина? Нет. Совершенно. Я абсолютно уверена, что никто не будет стрелять, если вы будете играть музыку, если вы будете петь, если у вас есть это орудие. Орудие красоты, орудие... Это всемирный язык музыка. Я не боюсь. Я действительно не боюсь. А в Беларуси нет войны, нет конфликтов. Но вы приехали к нам в гости. Что вы нам привезли? Я думаю, что люди, которые меня слышали, они слышали Шуберта, Моцарта. Это музыка, которая всегда нужна, даже когда нет конфликта. Даже тогда, когда все хорошо. Когда я очень счастлива, что это был день, когда была инаугурация президента, господина Лукашенко. И я очень счастлива, потому что тоже есть ситуации, когда музыка по-другому это воспринимается и торжественно принимается. С семью нотами, казалось бы, с семью нотами можно сделать все, что угодно. Можно отразить характер человека, можно передать эмоции, можно нарисовать портрет. А вот давайте нарисуем с семью нотами портрет современной Беларуси. Я думаю, что самое главное, что у меня останется из этой страны, да, может быть, я попробую. Какая-то ностальгия. Такая ассоциация есть. И какая-то кристальность, какая-то аккуратность. Вот есть очень много. Но я, может быть, еще не знаю до конца. Может быть, Алигра еще дойдет. Может, Алигра еще дойдет. А вот давайте вернемся к теме войны и вот к вашей миссии. Артист, который несет мир во всем мире. А у вас не было мысли, ну, то, что вот нам близко и тоже больно, о ситуации в Украине, когда на Донбассе стреляют, когда в Луганской области стреляют и убивают, когда там льется человеческая кровь и детская в том числе. Вы не хотите туда съездить с вашим оружием? Везде, где есть конфликт, у меня есть идея туда поехать. Это одна идея, это одна боль, это одна трагедия. Понимаете, вот где людей убивают, это везде ужасно. А вот какая должна прозвучать музыка, чтобы человек бросил оружие? Вот какая? Покажите мне. Скажите, как можно стрелять, когда эту музыку слышишь? Субтитры создавал DimaTorzok Это была грузинская пианистка Лисо Балквадзе с ее прекрасным оружием во имя мира. Ну а сейчас о важнейшем из искусств в Минск в эти осенние дни с головой погрузился в листопад. Международный кинофестиваль проходит в белорусской столице уже в 22 раз и предлагает настоящее удовольствие для глаз. Анастасия Бендесюк присмотрелась на неделе. Минский международный кинофестиваль проходит в белорусской столице. В этом году он синий, как экраны неба и космос. Удовольствие для глаз, да и только. Именно дословный перевод названия одной из книг французского выдающегося режиссера Франсуа Трюфо и стал лейтмотивом фестиваля фестивалей. А Франции в этом году будет действительно много. Как никак мировому кинематографу 120. Именно столько лет прошло с тех пор, как братья Люмьер запустили свою коммерческую киноленту в Парижском гранд-кафе на бульваре Капуцинок. И именно французская картина «Долина любви» Гийома Никлу вне конкурса и открыла фестиваль. Ленту уже видели в Каннах. Жераром Депардье в главной роли. Долгое время, кстати, держалась интрига. Приедет ли сам месье? Не приехала. Вот королева французского кино. Но да, ее называют роковой женщиной, а она у меня просто трудный характер. Сильная, гордая и порой резкая. Фанни Ордан. Зал аплодировал стоя, а жгучая брюнетка, слегка смущаясь, лишь скажет благодарным фестивалям, что могу путешествовать. Дескать, раньше туризм не любила. Но ведь есть с кого пример брать. Все помнят, как под Минском жерар косил траву и наслаждался парным молоком. Так сказать, по стопам земляка, да и узор на юбке ничего не напоминает в наших национальных цветах. Уже после Ордан пообщается с журналистами и поклонниками. Что касается Белоруссии, конечно, я хочу вернуться. Я действительно знала об истории страны и города. Уверена, что вернусь к вам. В Минск актриса с фильмотекой более чем в 60 картин приехала не только как в мировая знаменитость, но и конкурсант. С навязчивыми ритмами. Это ее вторая полнометражная режиссерская работа. Все с тем же Ти-Портье в главной роли. Нас с супругом пригласили впервые на листопад, поэтому для меня он как-то с годами был все теплее и теплее, ближе и ближе. И вот наконец-то этот момент настал. Такой уровень общения, он придает фестивалю действительно вот такой неповторимый аромат, неповторимый вкус. Этот фестиваль дает пищу для актеров, стимул для работы в кино сценаристам, режиссерам. Но без публики мы ничего. Киноигровой и документальный, национальный, а также конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Листопадик». Последний стартовал в субботу. На анимационный десерт киноманам предложили ленту «Зеленого континента» под названием «Чудак». Оценивает работы сразу семь составов международного жюри. Фильм должен быть о людях, по-моему. Главные люди, главное, что между ними происходит. Фестиваль очень вырос. Очень много разного. И очень много действительно разного, интересного, хорошего. И имена прекрасные. А вот первую награду в 6,5 килограммов уже вручили на открытии фестиваля. Специальный приз президента Беларуси за сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве уедет в Москву. И это дубль. Народный артист России, кстати, председатель основного жюри Вадим Абдрашитов, уже был лауреатом спецприза в 95-м. Нам удалось пообщаться с известным социальным и даже артхаусным режиссером еще до того, как с главной сцены листопада прозвучало именно его имя. Горячо любимый мною город. Здесь снята большая часть картины «Плюгом» или «Опасная игра». Снималась картина «Слуга». У нее с белорусской столицей тоже общего много. Здесь друзья, да и на Минский листопад женщина в черно-белом приезжает вот уже 12 лет к ряду. А еще не может не оценить помощь и поддержку нашей страны, своей родине. Я живу сейчас в такой стране, в такой ситуации, когда, в принципе, отгораживаться от политики, это в чем-то даже непорядочное. Художники, которые заявляют, я ничего не знаю, не хочу ни во что вмешиваться, это как-то так, ну, лукавство, как минимум. Выставкой Слипченко стартовала индустриальная панель кинофестиваля. Это новинка сезона 22. Такой проект в стране необходим в том числе и чтобы развивать белорусское кино как бизнес. Это своего рода открытие границ, точно выставки «Украинки», где многие звезды мирового кино, смотря в окна Минска, пристально всматриваются в листопад, чтобы приехать к нам на сезон 23. А на неделе не только для удовольствия глаз, но и подпитывая ум и сердце. Фестивальные кинопремьеры смотрели, смотрим в эти минуты и будем еще целых пять дней. Анастасия Бенедесюк, Андрей Кульгава, Илья Максимов и Юрий Никитюк. А вот погода на предстоящей неделе не принесет удовольствия ни для глаз, ни для тела. Туман, паровистый ветер и дождь составят пейзаж середины ноября в Беларуси. Правда, для этого времени вполне тепло до 10-13 градусов выше нуля. Таким были эти семь дней. Как будут развиваться события, покажет в следующей неделе. Всего доброго.